Всем привет! Мы в Москве, и сегодня мы гуляем в парке Сокольники. Сегодня, кстати, в парке Сокольники выставка, посвященная столетию скорой помощи московской. И здесь вот выставка карет скорой помощи. От старых до самых новых. Вот такие кареты скорой помощи были изначально. Лошадь была мне запряжена. Далее вот такая вот. А пойдешь вниз? Это вот он калек, это там подальше. Победа, в общем, была. Потом Волга старая, Рафик в Латвии старый, старый. Это первый, наверное, был Рафик. А вот такой вот я уже помню. Такой уже при нас в СССР ездил, в Рафик. Но это уже современный транспорт пошел скорой помощи. Рафик в Латвии старый, в Рафик. А вот там даже рянимобиль для новорожденных. В лес там манекен младенца лежит. Рафик в Латвии старый, в Рафик. Это вот реанимобиль. Современный. Вот. Ну и вот наша Газелька. Самый простенький вариант, наверное, из современных. Вольфваген. Вот. Такие, в принципе, машинки были. Начиная от кареты, в которую лошадь запрягалась, и кончая современными реанимобилями. Ну, пойдем дальше смотреть, что здесь интересного. А это сказочные персонажи, по-моему, есть Алиса. В зоопарк там приходите, только бейсбул, шиказные отбирают. Дайте мне запахнуть. Да, мы прям часто. Нет, я думал. Тут вас, вы думаете, вы один. Вы человек, понимающий. А мне вам другим объяснить. Я говорю, мы концентрат покупаем и разводим с водой. Специально для нас делают концентрат. В продаже нету его. Вы сами можете попробовать с фыри сделать, с глицерином намешать. Попробовать. Глицерин жидкий, да, и фыри. В центре премиума Да, 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 да. Ну, не бумагу! Да, у тебя убирают! Мам! Да не, это же такое! Дурья! Да у тебя, давай, давай! Когда я не видел, Выставка ретро-карет скорой помощи, но и не только ретро, и современных тел. Ретроспектива автомобилей скорой помощи, начиная с самой первой кареты, которая выезжала на выезде. Продолжение следует... У человека пониженное давление, и обычно врачи говорят, что он будет берегись, значит, в старости давление будет, наоборот, повышено. Почему такая вилка большая существует? Спасибо. Вы знаете, люди с пониженным давлением, к которому отношусь я, нередко попадают в экстремальные ситуации в плане со стороны медицины. И это не только касается российских коллег, но и зарубежных, которые я прошла, так сказать, на себе. Нас не очень уж и мало людей, которые рождены с низким уровнем артериального давления. Мы живем 90 на 60. Нас не надо лечить до тех пор, пока у нас такой уровень. Но, к сожалению, с возрастом стягка сосуда изменяется, склерозируется, и уже не так эластичный, не так хорошо контролирует уровень артериального давления. И уровень начинает повышаться. Кстати, он не очень высоко. Вот это вводит в заблуждение. Гипертонический кризис на цифрах 145 на 80. Да каждый здесь присутствующий или очень многие только мечтают об этом. А вот, как обычный человек, не видит ментозно. А вот, допустим, еще каких-то акваров, трав, может нормализовать свое давление? Может, конечно. Если чай, допустим, бить какой-то? Чай, конечно, пожалуйста, настой, пожалуйста, настой пустырника, настой валерьяны, настой мяты. На ночь или... Нет, лучше на ночь. Лучше на ночь, чтобы и сон был спокойный. Ведь для артериального давления, это же, в принципе, выброс катехоламина в основе. Все равно это выброс. Нужно, чтобы человек спал, чтобы был сон у него полноценный. И тогда это тоже не медикаментозный способ коррекции повышенного артериального давления. Лучше на ночь, конечно. Важнее мерить давление на левой или на правой руке. Абсолютно правильно. Если вы первый раз в жизни измеряете у себя артериальное давление, вы обязательно измеряете на левой руке, на правой руке. Записали. Пять минут отдохнули, спокойно не курили, не пили кофе, не чай. Снова на левой, снова на правой. Если цифры будут одинаковые, то впредь вы можете измерять на той руке, где вам удобно. Да, они молодец. Вот здесь. Викторий, первых, кто рядом. И здесь ведущие актеры театра и кино. Да, они вредные. Вот кто узнал, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто это был. Тогда было бы лучше. Пожалуйста. Я знаю, что это модное направление. И очень много заказывают этого препарата и принимают. Молодежь обожает просто. Ну, я же вот все равно свожу вас на настойку пустырника. Кто будет первым, кто угадает. Ландыш, пожалуйста. Это поверьте лучше. Кто ведущий. И безопасно. Нужно не только отлучшить свой сон. Можно и другими методами. Но чтобы не навредить организму. Чтобы не получилось так, как мы часто делаем. Одно лечим, а другое калечим. Настер-классы здесь проводят. Вот малышка проводит реанимацию. И у нее получается. А вы знаете, что нужно делать, если человеку стало плохо? Да что? Правильно. И что делать? И оставаться на месте. Дождаться скорой помощи. Да? Правильно. Вот. А давайте, кстати, сделаем самую большую скорую помощь на свете. Так, давайте. Берите за меня. Я самая большая скорая помощь. Так, давайте хватаемся, хватаемся. Так, делаем паровозик. Паровозик из скорой помощи отправляется на вызов. Уи-ху-уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи. А теперь опускаемся под мост. Оп. Оп, 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 осторожно. Пробираемся под мостом. Пробираемся. Не споскни здесь только! Так, 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 выбираем здесь под мостом! Здесь вот каждый, кто подходит, может нарисовать, разупрасить. Ну, не нарисовать, а разупрасить. Скорую помощь, станции скорой помощи. Что и делают детки и родители. Да, это принимают вызовы. Вызовы скорой помощи. Таким, того, как человек набрал номер 0,3. Ну, и немного прогуляемся по парку. Посмотрим на природу парка. Красиво тут. Красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь можно перекусить Мороженое, пончики, бутерброды, поддоги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а дальше от всей этой суеты Можно просто прогуляться спокойно по дорожкам В парке Сокольники Посидеть на лавочках вдали Я иду не по асфальтированной дорожке Мы идем тут А вот там дальше Плитка выложена, лавочки Где-то здесь вот между... Есть полянки такие, где стоят просто лежаки Можно прилечь, полежать, расслабиться, отдохнуть, книжечку почитать Либо просто полежать с закрытыми глазами Или с открытыми Послушать птичек Наслаждаться красотой природы И свежим воздухом И свежим воздухом И машиной Плитка Чтобы прежним Внули Готовы? Все готовы? Раз, два, три. И опять ничья, все хотят быть драконы. Но все равно, зайчики, я вас съем. Нет, нет, нет. Ну, на этом мы заканчиваем нашу прогулку по парку Сокольники и наш репортаж. Так получилось с выставки фестиваля, посвященной столетию скорой помощи Москвы, московской скорой помощи. Кому понравилось наше видео, наша прогулка, наш репортаж, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока-пока! Димитульки, подписывайтесь на наш канал. И ставьте очень много-много лайков. Очень-очень много лайков.